Нам с вами сегодня нужно кое-что обсудить, поэтому давайте приступим. Я бы дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. Також буде щось, що спробує зробити Росію. Ну що, 15-16 июня все ближе і ближе, а проблем у мирного саммита, который должен состояться 15-16 июня в Швейцарії, все більше і більше. По этой мирной конференції или мирному саммиту очень много разного рода высказываний. Очень много и ряд этих высказываний, но они таки, мягко говоря, довольно-таки скептические. Дело в том, что много стран будет участвовать, но не все участники на уровне лидеров государств. То есть там разного уровня политики будут участвовать. Но самое главное, что России там не будет, потому что ее не приглашали. Это было прям очень категорично со стороны господина Зеленского. Никакой России, никаких представителей, посредников, вообще ничего там даже быть не должно, по его мнению. И, собственно, хотели рассматривать формулу Зеленского, которую впоследствии сократили вообще до трех пунктов. Ну, такие там, знаете, пункты мы их тоже обсуждали, которые, в принципе, ну, не стоят того, чтобы созывать такого масштаба, такого рода прям целый саммит или целую там конференцию. В принципе, их можно было бы и так передать российской стороне. Потому что по итогам этого саммита предполагается все, что там нарешают, передать российской стороне или посредникам российской стороны. И вроде как вот она, Россия, должна на это согласиться. Третьего варианта, или там второго, или десятого, нет никакого. Только так и никак иначе. Ну, предполагается именно такой вариант развития событий. Ну, что, как мы все с вами понимаем, ну, крайне нереалистично. Так вот, господин Зеленский, помимо России, считает, ну, помимо России, по его мнению, некоторые государства якобы стараются помешать проведению вот этой вот мирной конференции по Украине. Большие претензии господин Зеленский, ну, вообще, в принципе, да, Киев предъявляет Китаю. И мы с вами тоже знаем уже, что Китай отказался от участия в этой конференции, несмотря на все уговоры, несмотря на приглашения. И мы тоже выяснили причину, почему, да, в предыдущих видео. Дело в том, что Китай видит нецелесообразным свое участие в этой конференции, если в нем не будет участвовать Россия. Речь не идет о какой-то обоюдной неземной любви, а все очень просто. Дело в том, что Китай считает, что должны участвовать все стороны конфликта. Ну, что, ну, очень логично, крайне логично. Конечно, непонятно, почему участники, которые согласились на участие в конференции, не видят этой логики. Но, тем не менее. Так вот, Китай, в свою очередь, считает, что именно миром должны закончиться все вот эти военные действия и конфликт на Украине. Он прям за мирные переговоры, но с равноправным участием всех сторон. И на равноправное участие Китай делает особый акцент. То есть все стороны должны присутствовать, соответственно, все стороны должны принимать решение, потому что потом все стороны, которые это решение приняли, должны нести ответственность и собственность решения реализовывать. А остальные участники должны этому способствовать, контролировать или вот как-то вот посильно участвовать. Ну, что, как я еще раз повторюсь, вполне логично. Поэтому вот такой вот, знаете, скепсис вызывает этот мирный саммит у многих, что тоже понятно. Ну, давайте дальше по Зеленскому. Так вот, Зеленский сообщает, цитата, «Что делает Россия? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции и химпродукции, угрожая, что будет депинговать цены на энергетику, просто давить на другие государства мира, чтобы они не были на саммите, считает Зеленский». В ответ Зеленский призвал страны, цитата, «политически давить на Россию, изолировать страну от мирового сообщества и защищать справедливость и международное право». Кстати, нужно отметить, что Зеленский заявил, что на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, украинской стороной приглашены и Израиль, и Палестина. Цитата, «У нас нет двойных стандартов, именно поэтому, несмотря на то, нравится это кому-то или нет, мы пригласили на саммит мира и Палестину, и Израиль, и представителей глобального юга. Мы пригласили все страны на наш саммит. Мы готовы слышать все мысли, готовы с ними всеми говорить», заявил Зеленский во время общения с представителями СМИ на полях конференции «Диалог Шангрела в Сингапуре». Вот ничего не смущает вас в этом заявлении. Еще раз повторю, Россию не приглашают, потому что прям совсем это агрессивный агрессор, ну мы с вами знаем, на мирную конференцию по Украине, на мирный саммит, то есть одну из участников конфликта. Но, тем не менее, Зеленский считает, что пригласить и Палестину, и Израиль – это очень правильно, так как у них нет двойных стандартов, и они готовы слышать всех, все мысли, со всеми готовы говорить, в общем, представителей вообще всех стран приглашаем на наш саммит. Ну, странно или нет? Или вы считаете, что это очень правильное решение, как вы думаете? И это действительно, никаких двойных стандартов нет, это все очень логично, правильно и совершенно нормально. А вот что больше всего расстраивает и беспокоит Зеленского, так это отказ Байдена от участия в саммите по Украине. И вот этот самый отказ назвали уже дипломатическим фиаско Киева. И об этом нам с вами сообщает издание «Берлинская газета». Отмечаю, что для американского президента гораздо важнее предстоящие выборы, чем, цитата, «безнадежный саммит в Швейцарии». Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что я эти новости вам рассказываю из местных газет, а не из «Небо там беру, не из потолка». Поэтому акцентирую ваше внимание на этом. Так вот, авторы статьи пишут, что Зеленский уже выразил разочарование по поводу отказа Байдена от участия в саммите. И действительно, Зеленский выразил свое разочарование. И неоднократно. Так он заявил, что Путин поаплодирует стоя, это цитата, на вот этот самый отказ Байдена поехать на саммит. Зеленский заявил, что присутствие американского президента важно для лидеров других стран, которые смотрят на реакцию США. Цитата. «Я бы очень хотел, чтобы лично президент Байден присутствовал на саммите мира. При всем уважении решения не присутствуют, я считаю, не очень сильным. Путин будет аплодировать стоя», – сказал Зеленский. А позднее Зеленский и вовсе перешел к прямым высказываниям своего недовольства в отношении Байдена и решением отстранить чиновников, цитата, «близких к Вашингтону», как сообщает нам с вами Вашингтон пост. По информации издания, Зеленский требует, чтобы Байден не пропускал саммит в Швейцарии. Также за последние недели были отстранены от занимаемых должностей ряд украинских чиновников, которых считали, цитата, «наиболее близкими к Вашингтону». Издание также отмечает, что в США требуют приложить больше усилий в борьбе с коррупцией, но новые разногласия между сторонами, похоже, возникают постоянно и ежедневно. Далее в интервью газете «Гардиан» Зеленский на вопрос, нет ли у него ощущения, что США и их руководство подвело Украину, он ответил следующее, цитата, «я думаю, им нужно больше верить в нас, никто никого не обвиняет». Зеленский отметил, что у западных стран, находящихся в состоянии мира, цитата, «другие приоритеты», и по понятным причинам они не разделяют ощущение экзистенциальной срочности Украины. На сегодняшний день известно, что Джо Байден не примет участия в саммите по Украине, который пройдет, опять же, как мы с вами все наизусть выучили 15-16 июня в Швейцарии. Вместо него Соединенные Штаты будут представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник президента по национальной безопасности Джек Салливан. Ну, как мы видим, Зеленскому нужен именно сам президент США и никто другой. Как думаете, зачем? Есть какие-то идеи, мысли на этот счет? К чему такая принципиальность? Вроде бы, с одной стороны, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, что мы знаем, что там будет дальше, неизвестно. Может быть, все-таки Джо Байден и приедет на конференцию, но это не точно, да, скорее всего, нечем, да, тем более об этом уже заявлено. Ну, так вот, вместо него все-таки будут, ну, довольно-таки высокие представители власти от Соединенных Штатов. Но почему-то Зеленский продолжает настаивать на том, что нужен сам президент лично. Как думаете, почему? Есть какие-то идеи по этому поводу? Ну, в любом случае, о том, как будут дальше разворачиваться события, кто все-таки поедет, кто не поедет, мы узнаем с вами очень-очень скоро. Ну, а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Я напоминаю вам, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще на него не подписаны. А если подписаны, проверьте подписку, она может слететь. Мирного неба всем над головой. И мы с вами очень-очень скоро увидимся в моем новом видео.